Команда провела сегодня две разные половины. С чем это связано? Очень просто. Начну с того, что приведут две цифры. К перерыву мы проигрывали подбор на два пункта, закончили минус 10. Это раз. Ну и просто страшная статистика. Очки-лавочки. У нас сегодня их четыре, у соперника 34. Это два. Вы знаете о том, что на данном этапе Днепр нам очень хотелось сыграть с ними достойно и попытаться зацепиться за результат. Но объективно надо говорить, что основной наш соперник Харьков, к которому надо готовиться. И желание сыграть максимально широкая ротация обусловлено именно этим. То есть можно было додержать по 35-38 минут всю первую пятерку до конца. Но опять же, как только первая пятерка подсела, они начали допускать ошибки в защите и в нападении. Именно поэтому хотелось немножечко их передернуть. Но, к сожалению, ребята, которые вышли, пока очень сильно тушуются. И я начинал очень сильно нервничать в том плане, что мы уже ждем, чтобы они начали нам помогать. Абсолютно разные игроки на тренировке и в зале. Я говорю об Иване, Илье и Яшине. То есть они очень хорошо тренируются. Они с желанием тренируются. И мне кажется, что вот-вот они должны уже выйти на этот уровень и начать помогать. Но, к сожалению, количество ошибок и качество помощи пока оставляет желать лучшего. Именно поэтому есть вопросы, есть пожелания, но нет результата. При этом, скажу так, по желанию, по заряду, по тому, как ребята хотели, претензий нет. По отношению к делу тоже тренируются с желанием. По профессиональным качествам есть. Но вот уровень наш, к сожалению, такой. Очень обидно расстраивать своих болельщиков. Если вы думаете, что нам хочется проигрывать после прошлогоднего сезона, так нет, вообще не хочется. Хочется сразу выйти и обыгрывать и Днепр, и Киев, и всех остальных. Но объективно надо смотреть на вещи. В данном случае, если вот эти наши молодые ребята, плюс Максим, Липовцев, которые в последнее время только появились, войдут в свои лучшие качества, то, я думаю, и пойдет поддержка. То есть нельзя выиграть игру у любой команды, в данном случае в Суперлиге, без ротации. Ну, четыре очка, слава очки, ну-ка, за сорок минут. Тем более, что люди играли же не по две минуты. Четырнадцать, пятнадцать, тринадцать. То есть без очков и, естественно, рейтинг минусов там зашкаливает совсем. По отдельным ребятам совсем все плохо. Но не посыпаем голову пеплом. То есть мы понимали, что такой сезон может быть. Да, по-прежнему считаю, что, наверное, все-таки недооценили мы уровень чемпионата. Но на наши финансы лучше по игроку мы не взяли. Поэтому что есть, то и будем тренировать. Будем работать. Других вариантов у нас просто не остается. Очень хотим качественно сыграть с Харьковом. Это все, что я могу пока сказать. Спасибо.